В сфере миграции в России наблюдается все большее влияние диаспор. Если раньше приезжие из сопредельных стран вели себя как гости, то теперь они заявляют о своих правах и даже решают, кому давать российское гражданство. Так блогер Сергей Колясников рассказал историю казахской семьи, переехавшей в Петербург. Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен по русскому языку. Экзамен принимали мигранты, едва говорящие по-русски. Они сказали, что не пропустят без взятки. Теперь мигранты решают, давать мне гражданство или нет, возмутился Сергей. Для получения русского гражданства необходимо хорошо знать русский язык, а знание это подтверждается сертификатом носителя. Существуют даже специальные компании, которые принимают экзамен по русскому языку у приезжих. Казахской семье не повезло. У них экзамен принимали. Мигранты. Сами при этом говорили на ломаном русском. Причем сказали, что экзамен я не сдам, если не заплачу. Тогда я уже понял, что в России беда, если уже граждане Средней Азии принимают у меня экзамены по русскому. И от них зависит, получу я гражданство или нет, возмутился автор истории. В Челябинске переселенец из Казахстана столкнулся в многофункциональном центре с толпой мигрантов, мечтающих о гражданстве. Одна из них, выходец из Средней Азии, могла получить его через сына. Однако сын должен был встать на учет в военкомат, где и началось самое интересное. Печать решили поставить липовую, чтобы почтенного гражданина не отправили служить. А я русский, сдал экзамен по русскому языку. Собрал все документы, и меня просто не записали на подачу документов, потому что не было папки с документами с собой. При этом паспорт переселенца, собственный паспорт, я показал, но папка с документами не готова из-за того, что еще не готов сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, рассказал приезжий. Они переехали ради детей. Еще одна подобная история случилась в Краснодаре. Еще одна семья переселенцев, русские люди по национальности, которые приехали из Казахстана. «Дети наши русские, и с ними просто не играют из-за этого на улице, не берут в спортивные школы. И ву, мы, молодые, перспективные, поехали в никуда. Ради детей и их будущего. Только здесь мы чувствуем себя своими. Родственников близких в России нет», — поделилась автор рассказа. На протяжении четырех лет семья подавала документы на получение разрешения на временное проживание в России. Тот факт, что глава семьи был инженером и работал, а его супруга и вовсе учитель русского языка, никак не повлиял на получение документов. Семья раз за разом получала отказы. Однако в случае с мигрантами ситуация обстоит гораздо проще. В местных многофункциональных центрах и в буквально полчища. Примечательно, что по-русски почти никто из них не говорит. С ними были и другие помогайки, которые могут добиться оформления разрешения на временное проживание за 50 и более тысяч рублей. Вскоре у семьи из Казахстана родилась третья дочь, она стала гражданкой России, однако даже это не было основанием для получения вида на жительство. После этого автор истории не выдержала и обратилась напрямую к гудернатору. Тогда же и оказалось, что квоты имеются, но для их получения нужно было сдать экзамены. «Пошла сдавать. Вопросы смешные. И я была одна русская на экзамене. Из 43 представителей азиатской национальности. Обидно», — отметила рассказчица. «Однако все препятствия позади. Семья имеет гражданство уже 4 года и вспоминает тот период как страшный сон. Для русских квот нет. Еще более тяжелая ситуация у другой приезжей. Она переехала в Россию также из Казахстана вместе с четырьмя детьми. Я, вдова с четырьмя детьми, привезла в 2012 году свою семью из Казахстана. Собирались долго, было страшно и непонятно. Информации в интернете практически нет, из Казахстана не всякий сайт откроешь. Окольными путями кое-что поузнавала. Продала дом, купила в приграничной области. Благо, дом купить с казахским паспортом — не вопрос. Это и был козырь в моем запросе на гражданство. Все документы были у меня в порядке. Единственная отговорка в миграционке. «Нет квоты, ждите», — рассказала женщина. Разумеется, отсутствие гражданства влекло за собой множество неприятных последствий, невозможность получить бесплатную медицинскую помощь, найти работу и многое другое. Женщина переехала в небольшой городок, где не было длинных очередей на получение гражданства, однако даже там ее принимали с неохотой. Русской по паспорту получилось стать лишь через три года. Очень обидно за русских. Такое унижение, за что? Не мы выбирали родиться в Азиатской республике. Моего отца распределили после учебы в ВУЗе. А потом развалили союз, с сожалением заметила женщина. Немного о миграционной политике в России. Мигранты и миграционная политика в России — действительно вопрос открытый и отдельный. Основная проблема состоит в том, что, несмотря на все жалобы русских людей, к приезжим продолжают относиться очень снисходительно. Пускать их в страну в немеренных количествах и прощать им многие преступления, которые совершает чуть ли не каждый. Здесь совершенно изуверская внутренняя политика приводит к наплыву мигрантов, подчеркнул политический деятель, секретарь Международной общественной организации «Русское собрание» Андрей Сашенко. Лоббисты миграции в правительстве. Когда речь заходит о миграционной политике в России, мгновенно вспоминается профиль комитет парламента, который возглавляет Павел Крашениников. Не так давно он поддержал идею, чтобы заменить выдворение мигрантов на штрафы или обязательные налоги. К счастью, здесь есть ограничения. Так, по нескольким статьям Кодекса заменить высылку на другие наказания невозможно. К таким преступлениям относится пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и уклонения от выдворения. Такое впечатление, что существуют какие, то мощные лоббисты на уровне правительства, а профильные комитеты Госдумы, через которые эти проекты идут, просто берут под козырек, не слушая ни патриарха, ни президента, который говорит о нарушении этноконфессионального, этнокультурного баланса в стране. Выразил уверенность депутат Госдумы России Михаил Матвеев. То же самое касается замены штрафом выдворения. То есть человек уже совершил здесь правонарушение, которое подразумевает, что нам такой не нужен здесь ценный специалист, но диаспора заплатит 50 тысяч, и он сможет остаться. Однако верное мнение здесь одно – выдворять и только. Мигранты не понимают русского языка ни в прямом, ни в переносном смысле. Им чужда наша культура, наши законы и правила. И уж если русских людей нелегалы не уважают, то и ответного уважения к себе требовать не стоит. Мигранты заселяют Россию, ситуация критическая. Патриарх бьет тревогу. Патриарх Кирилл в своем выступлении обратил внимание на риски, связанные с неконтролируемой миграцией. Действительно быстрая ассимиляция больших групп населения – процесс непростой. Люди, приезжающие в Россию на заработки, зачастую не знают языка, культуры, традиции страны. Это может привести к появлению замкнутых этнических анклавов в крупных города. Мне уже не раз доводилось поднимать тему мигрантов в различных выступлениях. В частности, на Всемирном Русском Народном Соборе. Повторю ту же мысль, поскольку ситуация становится действительно критической. Массовый приток мигрантов в нашу страну, зачастую не владеющих русским языком, не имеющих представления о российской истории и культуре, традициях и обычаях. Но самое печальное – не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов. Приводит к деформации единого цивилизационного пространства страны, заявил Святейший. Если заменить часть российского народа на другие народы, которые идут своим историческим путем, не принимают нашу идентичность, то наша страна станет совсем другой. Россия нуждается в значительной корректировке миграционной политики, подчеркнул в выступлении патриарх. В общем, ситуация сложная. И очередное заявление патриарха не случайно. Святейший понимает, какое положение складывается в стране, и осознает, если в этом направлении ничего не делать еще несколько лет, может стать уже очень поздно.